Всем маткульт привет! Мы в предыдущем ролике про свете на задачи. Вообще, когда вы видите вот эту черную тетрадь у меня в руках, вы можете уже догадаться, что мы продолжаем дело, которое будем делать в течение ближайших, получается, еще шести с половиной лет почти. Да, потому что света учится в пятом классе. Возможно, за это время заблокируют youtube, потом еще что-нибудь заблокируют, и это все будет постепенно двигаться с места на место в интернете, но будем разбирать задачи 5 класса 444 школы по математике. Вот, но это в случае, если света останется учиться в этой школе, а не решит сбежать, например, 179 на каком-то этапе, как некоторые из 444 делают. Но пока учатся здесь, разбираем эти. Если сбежит 179, будем 179 разбирать. Так, мы закончили на задачи номер пять. Нам остались шестая, седьмая, восьмая и девятая. Взвешивание называется. Но вышла такая вот незадача, что задачу номер восемь я забыл, как решать за это время. Пока вот тогда было по горячим следам, горячие пирожки, да, и за это время я забыл. А Свету не отловить, она в школе там, да. Так что задача номер восемь мы вам оставим в качестве упражнения. Зато задача номер шесть и семь, они по сути одинаковые, поэтому мы их решим дуплетом. Шесть. Лиса Алиса и кот Базилио фальшиво монетчики. Базилио делает монеты тяжелее настоящих, а Алиса легче. У Буратино есть девять одинаковых по внешнему виду монет, но какая-то одна фальшивая. Как с помощью чашечных весов без гиль Буратино может за два взвешивания определить, кто сделал фальшивую монету? Кот Базилио или Лиса Алиса. Ну вот по сути, если мы вдумаемся, вопрос только в том, легче или тяжелее монета. То есть нужно не находя монету фальшивую определить, легче она или тяжелее. И если так, то смотрите, как теперь звучит следующая задача. Седьмая. Известно, что среди десяти монет имеется ровно одна фальшивая, отличается по весу от настоящих. С помощью двух взвешиваний на чашечных весах без гиль. Определите легче или тяжелее фальшивая монета настоящая. Находить ее не надо. То есть у нас есть две совершенно одинаковые задачи, только количество монет разное. Кажется, я предложу метод, которым можно решить любую такую задачу при количестве монет равным 9, 10, 11 и 12. Ну, скорее всего, можно и при меньшем, но там немножко другой все-таки, наверное, будет метод решения. А тут прямо один и тот же. Ставьте на паузу, думайте. Решаем. Итак, красная трасса, да, красная трасса на веревочном парке обычно бывает тяжелее, чем зеленая и легче черный. Могу похвастаться, что у меня есть где-то черный браслет с трассы в Красногорске. Инструктор засвидетельствовал, что я прошел черную. Это очень немного народу может пройти там черную, в Красногорске самый крутой парк. Но это я что-то немножко отвлекся, да. Так вот, а что мы делаем? Мы берем вот эти несколько монет, еще пока не знаем каких. Красных, синих, черных? Ой, красных, черных или зеленых. Берем 3 плюс 3 и взвешиваем. Ну, наверное, это первое, что приходит в голову. У нас есть варианты. Либо у нас вариант, что здесь больше, либо что равно, либо что здесь меньше. Если здесь больше, то либо вот тут есть монета, фальшивая монета кота Базилио, да, либо здесь есть фальшивая монета кота Лисы и Алисы. То есть получается, что фальшивую монету мы уже, как бы это сказать, уже вот здесь дислоцировали, да, как-то ограничивали круг поиска вот среди этих шести. Но тогда остальные, да, сколько их там будет, они уже настоящие. Поэтому возьмем 3, так как у нас от 9, да, от 9 до 12 мы решили себе поставить задачу. То здесь 3 есть. Ну и в этом случае, вот в этом я беру и сравню вот эти 3 и вот эти 3. То есть второе взвешивание стоит в том, чтобы сравнить вот это, то, что там где больше, да. Ну если меньше, понятно, то к тому же сводится, мы просто вот эту группу будем сравнивать. Вот, берем те, которые больше и сравниваем здесь. Ну, по очевидным причинам меньше уже оказаться не может. Потому что мы уже знаем, что здесь одинаковые, а здесь, ну если она больше, да, значит, если в ней фальшивая монета, то она была больше этой, значит, она будет больше этой тоже. Если же в ней не было, то они будут одинаковые. Поэтому вариант, когда я взвешиваю, может быть, либо равно, либо что по-прежнему вот эта вот больше будет группа. Но если это больше, то она уже больше, чем обычные монеты, нормальные. Поэтому это означает, что фальшивая монета здесь, и она весит больше. Вот мы ее как бы определили, что она более тяжелая. А если равно, то тогда, значит, вот эти вот все были настоящие. И раз вот эта группа больше, чем вот та, значит, фальшивая живет здесь. То есть эти три настоящие больше, чем эта группа. Значит, фальшивая живет здесь, и она легче. Поэтому мы сможем за два взвешивания определить в этом и в этом случае. А что же мы будем делать вот в этом случае? В этом случае мы знаем, что все шесть этих монет настоящие. А значит, если здесь не более чем шесть оставшихся, то мы можем взять их все и сравнить с этими всеми, если их шесть, взять пять из них, сравнить с пятью, если пять, взять четыре, если четыре, и три, если три. И во всех случаях мы берем отсюда все и столько, сколько нужно отсюда. Ну и все, если эти легче, значит, монета фальшивая легче, если тяжелее, значит, тяжелее, потому что мы уже знаем, что фальшивая среди вот этих вот. Вот, вот такая вот задачка. Номер шесть и семь одновременно, а заодно еще и как бы два случая. Отлично. Теперь я формулирую задачу, которую я не смог решить сейчас сходу, хотя в тот раз прекрасно справился с ней, вместе, правда, со Светой. Тогда мне Света подсказывала, может быть, в этом суть. Может быть, в какой-то момент мы ее будем уже звать на канал. Ну, пусть что-нибудь там, в какие-нибудь Олимпиады повыигрывает, тогда позовем. Итак, задача номер восемь. У Буратино есть шесть монет. Две золотые, две серебряные, серебро синее, да? Нет, серебро серебряное. И две медные. Ну, тут совсем все плохо, но медный купорос, по-моему, все-таки зеленый. Вот. И вот, что интересно, что в каждой паре одна монета настоящая, а другая фальшивая. Известно, что настоящие монеты весят одинаково, и все фальшивые тоже весят одинаково. Фальшивые легче настоящих, это тоже известно. Как за два взвешивания на чашечных весах без гирь найти все до единой настоящие монеты? Думал, думал. Не могу вспомнить, как это делается. Не могу. Как назло. Какой-то затык. Короче, даже на паузу не ставьте. Просто это вам задание на дом. На дом. Напоминаю, что наиболее продуктивные взвешивания, в которых все три исхода возможны, потому что из них мы можем извлечь максимальную информацию. То есть равенство больше и меньше. И нужно как бы вот тут придумать... Не знаю, короче, что дальше делать. Что-то я не могу это добить до конца. Кажется, начинать надо с того, что две вот эти взвесить с одной такой и одной такой. Но даже в этом я не уверен, поэтому смело даю эту, может быть, неверную подсказку. А мы переходим к самой красивой задаче этого выпуска. Она предполагалась самой сложной, поэтому идет номером девять. Но мне что-то как-то вот на кураже показалось, что она проще. Ну, не знаю, она, в общем, да. Была мною раздолбана буквально за несколько минут, за две-три. Ну, так бывает иногда, какую-то сложную задачу, вдруг решишь быстро, а потом над какой-то простой тупишь, как какой-то козел. Вот, такое случается. Итак, задача номер девять. У царя есть двенадцать различных украшений из чистого золота. Царь и ювелир знают, что украшения весят двадцать восемь, двадцать девять, тридцать один, тридцать два, ну и так далее. Ну, я сейчас как бы все равно выпишу их все. Почему? Потому что сейчас поймем почему. Значит, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь. Вот. Да. Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь. Маловато, да? Маловато, да. Еще тридцать девять. Грамм. Вот они, золотые украшения. От двадцати восьми до тридцати девяти грамм, двенадцать штук. Вот, но дело вот в чем. Ювелир знает, где какая. А царь не знает, он только знает, что это вот этот набор, перестановка этого набора какая-то. Но царь очень умный. Царь не доверяет ювелиру. И требует, чтобы тот за два взвешивания на чашечных весах без гирь доказал царю, что данное украшение весит 39 грамм. Ну, в смысле, выбрал, предъявил украшение и доказал. То есть ювелир должен взять 39-граммовое самое такое крутое украшение для царя и выдать и сказать, вот это 39 грамм и вот ваше высокопревосходительство, или как там его назвать, ваше царство, вот доказательство того, что это так. То есть он может ему не доверять, но сейчас мы продемонстрируем, как это сделать. Ставьте на паузу. За два. Два. Два, Карл. Ну, давайте попробуем. Значит, вот в чем состоит идея? Вот как такую задачу можно придумать, как решать? Надо подумать, какая информация максимальная будет. У нас очень, ну, как бы эти, да, нам даны конкретные числа. Если мы их на весы положим, да, ну вот, например, положим мы 38 и 34, и рядом положим 30 и 31. Ну, понятно, эти сильно уедут вниз. Но из этого что мы извлечем? Ну, очень мало информации, потому что во многих случаях при замене 38 и 34 на какие-то два, и замене этих на какие-то еще два, тоже, как бы, получится в ту же сторону. Эти уехали вниз, эти вверх. То есть нужно найти такое взвешивание, которое при некотором определенном исходе из трех дает огромное сужение информации. Я напомню, что ювелир-то знает, где что. То есть ювелир должен выбрать какие-то несколько монет, взвесить с какими-то другими несколькими монетами и сказать, вот смотри, так как результат вот такой, то единственный вариант там вот такой. Вот понимаете, да, это я сейчас все намеками говорю. Ну, а теперь я открываю все карты. Если кто хочет еще подумать после этого намека, снова нажмите на паузу, потому что сейчас я открою все карты. Готовы? Смотрите, 39 плюс 38 плюс 37 плюс 36, вот эти 4, весят столько же, сколько 37,5 умножить на 4, потому что это среднее арифметическое. 37,5 на 4 это 75 на 2, то есть 150. А теперь, внимание, это меня озарила догадка. 28 плюс 29 плюс 30, плюс 31, плюс 32. Даже фломастер выронил от волнения. Тоже весит 150, потому что средний 30, и их 5. Итого, ювелир кладет сюда эти 4 и сюда эти 5, и царь понимает, что единственный вариант, когда 4 какие-то монеты из этого набора весят, как 5 других монет из этого набора, это когда 4 старшие, а 5 плачут. Стоит мне один раз здесь что-то другое вставить, как это уже перевесить, потому что здесь будет больше 150. Стоит мне сюда что-то другое заменить, как это не довесит, потому что будет меньше 150 весить. То есть вот есть максимальный, да, возможный вес 4 монет, это 150, и минимальный, возможно, вес 5 монет, это тоже 150. Все. То есть за одно взвешивание, ювелир говорит ему, ваше величество, вот здесь 39-граммовое, среди этих 4, вы это понимаете теперь. Он говорит, ну, конечно, понимаю, также понимаю, что среди этих 5, ну, как бы вот эти, ну, то есть, ну, короче, он предъявил разбиение на 3 группы. Заведомое разбиение. В одной группе вот эти 4, в другой группе эти 5, а в третьей оставшиеся 3. Остался один ход, и мы должны ее убить, эту задачу, за один ход. Но теперь уже довольно много свободы действий. Прежде всего, мы точно знаем, что для того, чтобы что-то твердо доказать, из этой группы надо взять только одну монету в 39, ну, украшение. Потому что если он возьмет из нее 2, то никаким образом различить их не может. Ну, в смысле, я имею в виду на одну чашу весов, отсюда надо поставить из этого набора ровно ту самую, которая требуется. Если, так сказать, если он возьмет отсюда 2 или не возьмет, то ничего доказать он, конечно, не сможет. Итак, отсюда надо взять и гнуть. Теперь вопрос, откуда еще надо взять, чтобы что-то доказать? Ну, опять же, попробуйте подумать сами, я окончательно выдаю ответ. Мы отсюда берем 39, и отсюда вот эти две. Что это такое? А это 102 грамма. И никаким другим вариантом нельзя сделать 102 грамма из трех монет, одна из которых в группе вот этой, а две других в группе вот этой. Как только я заменяю 39 на что-то, 102 становится меньше, как только из этих двух какую-то заменяю на что-то, 102 тоже становится меньше. А теперь вопрос, где здесь еще 102? Ну, понятно, где. Вот они. 33 плюс 34 плюс 35. То есть вся эта группа в сумме весит 102, что царь умный может сделать, просуммировав. И если ему предъявляют вот эту группу, которая весит 102, то он точно знает, что отсюда взято самое тяжелое, отсюда две самых тяжелых. Ну, а раз отсюда взято самое тяжелое, то это самое тяжелое и равна 39. Задача полностью решена. А вот с восьмой у меня какой-то казус. Что-то я не могу вспомнить. Она была проще, когда я ее решал, чем эта. Ну, вот. Видимо, мне так, я так был так горд вот этой задачей, понимаете, что я ее запомнил. Ну, то мы решали вместе со светом. Эту я, честно скажу, что решил сам. А то решили вместе. И Свете попадала какая-то чрезвычайно умная идея в голову. Видимо, вот эту умную идею Света я и забыл. Вот так. До новых встреч на канале. Маткульт пока.